Особенно Константин Фролов, мне кажется, участвовал в этом процессе, его было не видно, поэтому, ну, нетрудно догадаться, чьи были джинсы, пущены на это прекрасное панно. Возвращаемся в нашу студию и... От такого классного перейдем к серьезному. От такого классного перейдем к супер-классному и, естественно, серьезному. Елена Кац, начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по Красноярскому краю у нас сегодня в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Мы анонсировали о том, что эксперт у нас обязательно будет в третьем часе, и это значит, что пора уже формулировать и задавать свои вопросы по телефону. Он, кстати, сейчас есть уже на экране. 236-95-37, код города 391. Основная тема – мошеннические действия, как защитить свою недвижимость, что нужно делать. И первый вопрос. Действительно, происходит ли такая вот ситуация, что, например, человек может потерять свою недвижимость, хотя она вроде как по всем законным основаниям. Его. Действительно, такие ситуации происходят и нередко связаны с утратой документов, прежде всего, правоустанавливающих, но, с другой стороны, с активными действиями недобросовестных покупателей и продавцов на рынке объектов недвижимого имущества. Например, у нас сейчас очень участились случаи, связанные с подделкой нотариальных документов. Подделка доверенности и подделка свидетельства о праве на наследство лидируют во всем рейтинге совершения мошеннических действий. В связи с этим у нас первая рекомендация для правообладателей. В тех случаях, когда совершается сделка на основании доверенности, убедитесь, пожалуйста, что собственник недвижимого имущества существует, что он действительно выдавал эту доверенность и что срок доверенности не истек. Для этого можно связаться либо с собственником, и доверенное лицо вполне может вам предоставить его контактные данные, либо уточнить сведения у нотариуса, тоже в существующем порядке. Кроме того, доверенность можно проверить на сайте нотариальной палаты, вбив номер и, соответственно, убедившись, что действительно такая доверенность за таким номером выдавалась. Вот такой несложный спектр действий, который вполне может совершить любое заинтересованное лицо, уже способно уберечь вас от самых наиболее часто встречающихся случаев подделки доверенностей. Напоминаем, друзья, 236-95-37, код города 3111, номер нашего прямого эфира. Дозванивайте, задавайте свои вопросы относительно любой недвижимости по Красноярскому, по России. Собственно говоря, а можно описать немного ту ситуацию, как это происходит? То есть, грубо говоря, человек хочет купить жилье, правильно я понимаю? И натыкается вот на таких недобросовестных людей. Да, натыкается на таких недобросовестных людей, но, как правило, здесь мы выделяем два аспекта, связанные с тем, что действительно покупатель не проявляет должной внимательности и осмотрительности, и когда он попадает искренне, скажем так, в ситуацию, связанную с мошенническими действиями. То есть такое невольное мошенничество тоже может произойти. То есть такое тоже может происходить, и связанное с тем, что люди, когда сами приобретали квартиру, например, заблуждались относительно состава и пакета документов. Ну, например, очень часто у нас происходит случай, когда под видом люди думают, что они совершают один вид сделки, а по сути они совершают иной вид сделки. Например, они думают, что они берут деньги и залог передают квартиру, тем самым заключая договор ипотеки, а на самом деле происходит заключение договора купли-продажи. Поэтому, опять же, здесь нужно очень внимательно всегда вчитываться в условия договора, не заблуждаясь, задавать вопросы, читать все обязательно, что написано мелким шрифтом, и просить в случае неясности разъяснить, а при наличии сомнений обращаться к профессионалам, которые сопроводят вас при заключении сделки на рынке объектов недвижимого имущества. Если кто-то помогает, если есть такое сопровождение, можно расслабиться? Можно уже ничего не читать, ничего не делать? Или нужно все равно контролировать? У нас делится сопровождение на профессиональное и непрофессиональное, если большую категорию взять, поэтому мы всегда говорим о том, что все-таки на собственнике лежит ответственность и на заинтересованном лице, потому что в зависимости от того, как сформулирован у вас договор с тем лицом, который сопровождает процесс совершения сделок, вы посмотрите там условия, связанные с ответственностью, насколько они включены, посредники, в ответственность в случае признания сделки недействительной. А я вас уверяю, таких формуляров договоров, где включена ответственность, например, риэлтор в случае признания сделки недействительной, не так много. И, соответственно, люди сталкиваются с тем, что они полностью доверившись, потом могут попасть в риск признания сделки недействительной. И применение последствий недействительности, ничтожные сделки, связанные с реституцией, возвратом сторон, первоначальное положение. В общем, серьезные могут быть последствия. У нас есть звонок. Доброе утро. Как вас зовут и откуда вы дозвонились? Здравствуйте. Я звоню из Красноярска. Меня зовут Ольга. У меня такой вопрос специалистов. Вот подскажите, пожалуйста, я хочу купить квартиру, но у меня нет подобного опыта. Я никогда не покупала. И я не хочу обращаться к услугам риэлторов. Вот как мне быть? Могу ли я сама эту всю сделку провести? Или человек без опыта это сделать совершенно не может? Мне все-таки нужно обратиться к каким-либо специалистам, юристам, адвокатам. Вот как быть? Обычному человеку, который хочет себя обезопасить от всяких мошенников. Спасибо большое. Вот, собственно, такой. Действительно, вопрос очень непростой с точки зрения распределения услуг на рынке объектов недвижимого имущества. Вы все равно, наверное, где-то столкнетесь с посредниками, которые могут прибегать. Не только вы, как покупатель, можете прибегать к посредникам, но и продавец объекта недвижимости может прибегать к услугам посредника. И, соответственно, наверное, здесь не открою ни секрет, ни тайну, то, что действительно этот рынок достаточно плотно оккупирован риэлторами. И свободных объектов недвижимого имущества, ну, не так много. Тем не менее, вы действительно можете, самостоятельно обладая необходимыми познаниями, совершить сделку, составить договор купли-продажи, предусмотрев ним все существенные условия. При том, что нам хотелось бы подчеркнуть, что если вы в чем-то не уверены, то проект договора вам могут составить также, например, в кадастровой палате, которая оказывает услуги по составлению проекта договоров, либо вы можете обратиться к нотариусу. Вот это наиболее профессиональные юристы в области объектов недвижимого имущества. И стоит дешевле, как я понимаю. У нотариусов придется заплатить тариф за нотариальное удостоверение сделки. Ну, то есть это не процент, это просто единая какая-то плата. Да, а составить договор купли-продажи в кадастровой палате, это в пределах полутора тысяч рублей. Скажите, а хорошо, а вот если обратная ситуация. Частенько бывает, что человек выкладывает объявление о том, что продает, и сразу же чаще всего такие мониторятся, объявления опять же этими самыми риэлтами, и они предлагают, начинают свои услуги, грубо говоря, что мы вам продадим, вы сами не справитесь. Насколько вот такая ситуация возможна? То есть с покупкой, допустим, да, все понятно, а с продажей точно то же самое? Практически то же самое, и все, ну, как мы все живем в этом городе, и действительно уже не раз все продавали и покупали свои квартиры, вы сами знаете, что даже размещая объявления на сайтах, например, Авито, вам тут же набирают и говорят, давайте мы подключимся и поможем вам продать квартиру. Можно отсекать, то есть такие звоночки? Конечно, безусловно, вы не обязаны это делать, вы можете делать все самостоятельно, совершая такие сделки. Но действительно вот эти исследования сейчас по самостоятельному совершению сделки давно не проводились, насколько процент сделок, заключаемых самостоятельно, он составляет в общей массе совершения сделок. Ну, хотелось бы что отметить, что, безусловно, и риэлторское сообщество постоянно повышает свои квалификации. Вот мы недавно приняли семинар, участие в семинаре, проводимым риэлтором, и, конечно же, они также знают об особенностях осуществления сделок с недвижимым имуществом. В общем, я думаю, что если не уверен в себе, ну вот, вспоминая вопрос, лучше, наверное, обратиться, конечно, к специалисту. Хотя, с другой стороны, если на кону какие-то суммы денег, которые лучше бы в недвижимость вложить, тут, может быть, и стоит поразбираться. Ну, а если разбираться, опять же, то только вот с нотариусом. С нотариусом, и чтобы все это было проверено. Да, тут уж точно не ошиблись. Дельный и, собственно, правильный совет. Спасибо большое. Елена Кац у нас сегодня была в гостях. Вот такая получилась у нас беседа. Начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по Красноярскому краю. Ну, а тем временем, господа, жара уже была на этих выходных. Уже успела посетить город Красноярск. И, конечно же, многие наверняка увлекались, допустим, таким продуктом, как мороженое. Кто-то выбирал и эскимо. Кстати говоря, в Советском Союзе он появился в 1935 году, а вот в 1937-м только встал на серьезные уже масштабы. И, собственно говоря, начал производиться заводскими темпами. Мы придумали это семейство Микоянов. Именно не тот самый, а его, так, получается, это дочка, по всей видимости. Вот. И... Я смотрю, Сергей, вы очень хорошо подготовились к этому вопросу. Не настолько. Добавлю лишь то, что диетологи утверждают о том, что эскимо, эскимо, мороженое, оно усваивается очень хорошо. Практически 98%. Про эскимо абсолютно все знают немые. Не мы знаем абсолютно все. Антон Питайкин знает абсолютно все про эскимо. Про эск kanske даже не caveる, но немного на кин måhe, где вконтакте. А сейчас, в конце 10г с твой, 12,0 и 14,,0 и заTH. Как, собственно, вот эти лог muitos запunnят саленtle грязь. С киноменцем 24-06, намного запрitos. С поставить по потidence? Субтитры сделал DimaTorzok